добрый день уважаемые жители автономии в эфире программа диалог в студии с вами работает ведущая юлия рости и звукооператор павел арнаут дорожно-транспортное происшествие одна из самых больших проблем в нашей стране ежегодно на дорогах гибнет множество людей о ситуациях на дорогах и о профилактике дорожно-транспортных происшествий гагаузи расскажет офицер патрулирования управления юг инспектор жечков иван иван николаевич я вас приветствую нашей сегодняшней программе но прежде чем задать вам первый вопрос хочу напомнить нашим радиослушателям и телезрителям что наша программа выходит в прямом эфире и свои вопросы можете задавать по телефону 249 60 код камрада 0 298 а также можете писать нам на электронную почту гагус радиусу собачка мало точка ру ну и начнем иван расскажите что сейчас происходит на дорогах какова статистика по дтп сколько дтп произошло с начала года и какие в основном нарушения ну что касается этого года то в основном причины дтп становятся вождение в нетрезвом состоянии или когда водитель садится усталым за руль превышение скорости движения управление транспортным средством с техническими неисправностями также невнимательность водителя несоблюдение дистанции между транспортными средствами также когда водитель отвлекается на мобильные устройства во время движения и по этим причинам чаще всего случается дорожно-транспортные происшествия что касается цифр то по сравнению с аналогичным периодом времени есть небольшой рост дтп до за этот год к сожалению также причинами дтп становится из-за погодных условий то есть получается что когда мокрый асфальт водитель не рассчитывает обстановку на дороге и получается что дтп происходит туманы на дорогах гололедица так что водителям надо быть внимательным особенно в период времени который сейчас будет осень до осень и дтп случаются чаще всего кто в основном совершает дорожно-транспортные происшествия и как с этим бороться ну дтп в основном случается большинстве случаев это между транспортными средствами есть также дтп когда участвуют с участием пешеходов когда по невнимательности водителей либо невнимательности пешеходов происходит дорожно-транспортные происшествия также с участием мотоциклистов очень часто бывают дтп где они также не соблюдают правила дорожного движения скоростной режим из-за этого случаются несчастные случаи такого рода как с этим бороться но я считаю первую очередь водители должны начинать себя дисциплинировать себя соблюдать правила дорожного движения естественно полиция работает на то чтобы уменьшить количество дтп проводится различные спецоперации то есть такие как скорость то есть для того чтобы водители меньше нарушали скоростной режим также проводится спецоперации по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения работаем также на то чтобы предотвратить дтп с участием пешеходов то есть есть операция пешеход который за счет нее получается этой операции мы наказываем недисциплинированных пешеходов которые переходят улицу в неположенном месте вот скажите если проанализировать ситуацию где каких населенных пунктов или участках чаще всего происходит аварии у нас и где наиболее опасные эти участки ну в основном аварии происходят на участках дороги с ограниченной видимостью такие как крутые повороты спуски подъемы на участках дороги где требуется ремонт дорожного покрытия также про там где большая загруженность национальных дорог транзитным движением в основном у нас этот участок дороги от города камрата до поселка светлый на как на этом участке дороги есть и крутые повороты также этот участок дороги очень загружен особенно в населенных пунктах таких как кирсово кангас светлый там загруженность машина очень высокая и существует риск того что произойдет дтп вы упомянули о пьяных водителей конечно это большая проблема и были значительно увеличенные штрафы особенно они высокие за вождение транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения однако как мне кажется судя по сообщениям пресс-службы полиции водители не перестали бояться пить за рулем достаточно ли сильное наказание для пьяных водителей и какие еще инструменты в борьбе с ними могут быть эффективными помимо штрафов это проблема она актуальна на территории которую мы обслуживаем водителей не останавливать штрафы либо лишение водительского удостоверения которые предусмотрены законодательством по поводу того больше или меньше стало пить водителей то цифра на сегодняшний день такова что по за админ ответственность то есть увеличилась цифра водителей то есть на 30 процентов увеличилась то что водитель употребляет алкоголь а за уголовную ответственность на 15 процентов увеличилась за аналогичный период времени то что вот 8 месяцев сейчас прошли водители не останавливают ни штрафы не лишения прав то есть эта цифра даже увеличилась за этот вождение в нетрезвом состоянии не до скажите а как ведется борьба с лихачами на дорогах гагаузии стало их больше или меньше но борьба с так называемыми лихачами ведется ежедневно наши экипажи работают со специальными средствами которые измеряют скорость радар рукам которые мы получили новый у нас стоит на вооружение боже так сказать которым можно зафиксировать нарушение водителя когда он превышает скорость на расстоянии более чем километр и также есть штрафы за агрессивную езду то есть лихачи которые любят где-то как-то покрутить машину посмотреть что она может и за агрессивную езду предусмотрены тоже очень высокие штрафы вплоть до лишения права управления транспортным средством скажите вы когда останавливаете водитель водители которые превышают скоростной режим как они объясняют это почему они нарушают скоростной режим ну в основном первое что они говорят это то что они отвлеклись на что-то на что либо не посмотрели на спидометр либо мотивирует это тем что когда-то там был на такой на этом участке дороги был знак который разрешал и они не обратили внимание продолжили движение на большой скорости некоторые увлекаются скоростью когда думают что нет полиции на дороге и хотят где-то протестировать свое транспортное средство и из-за этого вот такие вот нарушения случается в основном может быть быстрее доехать до пункта назначения и из-за этого нарушают скоростной режим скажите какие основания должен иметь инспектор чтобы остановить машину ну в первую очередь основания таковы что если водитель нарушает правила дорожного движения инспектор подходит представляется говорит о том что нарушил водитель после чего уже составляются определенные документы но также основание может существовать и различные ориентировки различные спецоперации которые проводятся на территории республики молдова которые выявляют различные правонарушения как по дтп как по правилам дорожного движения так и по другим аспектам скажите а можно ли без основания остановить машину то есть если не было ничего нарушена нет нет то есть мы работаем на профилактику и предупреждение то есть если водитель ничего не нарушил то ну нас нет оснований для того чтобы его задерживать личное время его задерживать или проверка документов какая-то нет если водитель я еще раз повторюсь если водитель под подходит под ориентировку либо его транспортное средство либо он мы имеем право остановить данное транспортное средство мотивировано спасибо скажите ведутся ли какие-то мероприятия по стелю профилактики дорожно-транспортного происшествия до ведутся различные спецоперации я повторюсь такие как скорость ведутся спецоперации как пешеход то есть мы предупреждаем пешеходов чтобы они вели себя правильно на дороге также по велосипедистам по мотоциклистам ведутся различные спецоперации чтобы они тоже как участники дорожного движения соблюдали правила дорожного движения ведутся спецоперации белые ночи которые выявляют нетрезвых водителей которые садятся за руль и не боятся этого повторюсь да вот еще это все ведется с целью профилактики дорожно-транспортное происшествие благодарю иван скажите радар нового поколения помогающие выявлять превышение водителями скорости активно используются патрульной полиции на территории гагаузии как они работают какими техническими параметрами обладают и можно ли удалить факт нарушения правил дорожного движения с устройства что касается технических характеристик данного аппарата трукам то данный радар он фиксирует скорость водителя на большом расстоянии позволяет зафиксировать момент нарушения после чего водитель когда приближается к нам уже видны номера все видно получается плюс этого аппарата в том что он не только фотографию делает но и видео то есть можно увидеть нарушение с момента того как водитель начинает нарушать этого момента пока он приблизился к нам что демонстрируется водителям когда они нарушают скоростной режим а что касается того можно ли удалить информацию с данного прибора или нет то это невозможно так как все сохраняется на зашифрованную флешку которая информация дальше передается высшестоящему начальству скажите много ли дорожно-транспортных происшествий с детьми это ситуация щепетильная на территории нашей то есть с детьми с начала года у нас 6 дтп с участием несовершеннолетних 5 из которых к сожалению были с травмами одно дтп обошлось без травм с легким испугом для ребенка то есть на территории камрада было четыре дтп на территории чады рунги было два дтп с участием несовершеннолетних как с этим бороться я считаю в первую очередь родители должны объяснять своим детям как правильно переходить дорогу где правильно переходить дорогу также водители должны тоже быть внимательны особенно утренние часы когда дети идут в школу для того чтобы по минимуму по максимуму избежать дтп с участием либо пешехода либо ребенка в школах также учителя должны напоминать как-то детям что вот там нельзя переходить надо переходить только по пешеходному переходу эта работа нужна с детьми объяснять ребенку что такое зеленый что такое красный когда правильно проходить пешеход скажите почти половина родителей перевозят детей на заднем сиденье на коленях у взрослого что является одной из самых опасных практик не все используют детское автокресло у нас в гагаузии и в молдавии как вы решаете эту проблему и много ли таких родителей у нас в гагаузии которые не используют автокресла про статистику о том много ли водителей или мало я назвать не могу цифру но в кодексе о правонарушениях предусмотрена определенная статья за данное правонарушение то есть эта статья 235 часть 2 где указано что ребенок должен быть должен перевозиться в автокресле до 12 лет там штрафы предусмотрены за данное правонарушение также родители сами должны понимать что ребенка нужно перевозить так чтобы по минимуму избежать каких-либо травм во время экстренного торможения либо во время не дай бог дтп случится чтобы обезопасить свое свое дитя да скажите штрафуют ли у нас таких родителей в основном проводятся профилактические беседы если уже не понимает человек что от него требуется естественно не обходится и без штраф да это большой штраф до 600 лей скажите какая работа ведется вами для того чтобы устранить причины и условия при которых страдают дети причины условия при которых страдают да ну чтобы они не попадали в какие-то дорожные транспортные происшествия нами проводятся различные мероприятия что касается этого именно аспекта то родителям вручаются различные брошюры для того чтобы они могли ознакомить своих детей с правилами дорожного движения как себя вести на дороге чтобы ребенок не играл возле дороги чтобы ребенок переходил правильно дорогу еще раз повторюсь такого плана работа будет так насчет мото и велотранспорта какими они обладают правами когда ездят и что чаще всего нарушают но правами если мотоцикл либо велосипедист находится на дороге он подчиняется правилам дорожного движения так же как и автомобилист то есть нами проводятся спецоперации которые направлены на то чтобы проинформировать этих участников дорожного движения то есть выдаются брошюры в которых указано их не права и обязанности как они должны себя вести на дороге там есть одни из аспектов то что водитель либо мотоцикла либо гужевой повозки либо велосипедиста должен был быть одетым в светоотражающую жилетку должен одевать мотошлем на гужевой повозки в темное время суток должны быть светоотражающие элементы также какие на велосипеде также какие на мотоцикл на мотоцикле это все указано в этих брошюрах плюс еще это все отражено в правила дорожного движения где могут ознакомиться данные участники дорожного движения скажите вот вы остановили водителя и как должен себя вести водитель в момент когда его остановили водитель то есть водитель должен остановиться оставаясь за рулем, положить руки на руль, никаких операций не делать, до того момента, пока не подойдет инспектор, не приставится и не потребует от него каких-либо действий. То есть либо передать документы, либо еще какие-либо действия, если он в чем-то подозревается, то есть выйти из машины и так далее. Какими правами обладает водитель, когда его остановил сотрудник полиции? Какие у него есть права? Он имеет право потребовать от инспектора полиции удостоверение его служебное, также чтобы он представился, если вдруг он не услышал то, что он своими фамилиями, то есть назвать, потребовать от инспектора доказательства, то есть правонарушения, то есть что он нарушил, как нарушил, либо если инспектор обратился по другому вопросу, уже в дальнейшем ввести диалог, как наиболее конструктивно, чтобы не ущемлять друг друга права. Благодарю, Иван, к нам поступил телефонный звонок. Отденьте наушники. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, это Канга, статуя Кирилла Кирилловича из такой. Здравствуйте. Вот инспекторы всю вину перелаживают на водителя, но дисциплина начинается водителя со школы, где он обучается на водителя, ведь учебные комбинаты стали все частниками, частными, а частнику нужны только деньги и не более. Это первое, что должны они учитывать тоже. Инспектор снимает с себя обязанности. А вопрос, когда вы последний раз проявили собеседование с водителем села Кангаз? И второе, я многократно на этом же эфире задавал вопросы, почему в Кангазе не устанавливаются мигающие световые сигналы перед пешеходным переходом. Ведь у нас в Кангазе сколько случаев с исходами, со смертельными исходами были. Но без толку. Были другие депутаты народного собрания, парламент у нас обещали установить, нет, не устанавливают. Но самое главное, у аптек мигающие кресты к Кириллу есть, а почему пешеходного перехода перед нет? Почему в Кангазе у пешеходного перехода светофор еще и выставляете туда это самое? Человек, чтобы остановил, светофор, за светофором поставьте камеру и наказывайте. Пожалуйста. Благодарю вас за вопрос. Первый вопрос прозвучал от данного радиослушателя, то что, когда последний раз проводили беседы с водителями, да. Получается, каждый день дежурят экипажи, каждый день они приезжают и в Кангаз, и в Кирсово. Есть, когда ты водителю, на моем примере, говорю, объясняешь, не штрафуешь, объясняешь. Вот здесь надо было сделать так, здесь так, пожалуйста, будьте внимательны на дорогах, счастливого пути. То есть беседы проводятся с водителями, с жителями, когда они нарушают правила дорожного движения, но они не влияют на опасность, получается, других участников дорожного движения. Беседы проводятся, естественно, с данными водителями. И еще вопрос, да, насчет световых сигналов перед пешеходом. Да, то, что касается световых сигналов перед пешеходами, в данном случае в селе Кангаз, вам, получается, это не совсем к нам такой вопрос, потому что мы обеспечиваем порядок на дорогах. Мы не устанавливаем знаки, мы не устанавливаем светофоры. Этим занимаются уже чуть-чуть другие органы, получается, где премария у них есть, они могут туда обратиться для того, чтобы установили там. Мы лишь обеспечиваем порядок на дорогах. Благодарю, Иван, за ответ. Давайте продолжим. Скажите, есть ли среди автомобилистов автономии так называемая водительская солидарность? Ну, что касается водительской солидарности, не раз мы встречали на дорогах, и нет такого, что наши водители все вот только спешат в одном направлении, никому не уступают дорогу. Часто очень, если есть какое-то оживленное движение, и водителю трудно выехать из перекрестка, то уступают дорогу, пропускают друг друга. Она присутствует, естественно, на наших дорогах. Мы, я немножко с вопросом поспешила, мы обсуждали насчет, когда вы останавливаете водителей, и какие у него есть права. Еще будет один вопрос к этому. Имеет ли право водитель записывать на видео общение инспектора? Действия наши, конечно, мы же публичные лицом, они имеют право записывать наши действия без проблем. Так же, как и мы имеем право записывать нарушения, то есть, что нарушил человек. А всегда ли водители соглашаются с мерой наказания, установленной за нарушение правил дорожного движения? Не всегда они согласны, иногда спорят, иногда появляются конфликты между полицией и правонарушителем, когда он не согласен со своим нарушением. Особенно часто это случается, когда водитель находится в состоянии алкогольного опьянения и не дает себе отчет о своем действии. Скажите, еще такой вопрос. У нас дефицит парковочных мест в городе, и это создает ряд проблем для всех автомобилистов. Какие меры необходимо предпринять, чтобы обеспечить безопасность пешеходов и как одной из самых уязвимых категорий участников дорожного движения? Из-за того, что дороги постоянно перегружены? Да, парковые. То, что касается парковочных мест, то, да, я соглашусь, что в городе их мало, но у нас в утренние часы по улице Ленина, где она самая загружена, установлены знаки с временным ограничением, где остановка, стоянка запрещена, и работают инспекторы, которые штрафуют водителей, которые игнорируют требования данного знака. И борьба ведется с такими проблемами. А что касается парковочных мест, то это уже, наверное, немножечко к примарии, чтобы они больше создавали парковочных мест, то есть больше удобств для водителей транспортных средств. Так, к нам поступил вопрос на e-mail. Продал машину 4 года назад по доверенности, оформленной на 3 года. Новый владелец так и не оформил автомобиль на себя, теперь она снова считается моей. Как поступить в данной ситуации? Ну, в данной ситуации, смотря что хочет водитель от этого, он может для данного водителя либо продлить доверенность, либо снять с учета данное транспортное средство в МРЭО, себя снять с учета, и все, и тогда данное транспортное средство не будет на него зарегистрировано. Следующий, еще один вопрос. Срок моего водительского удостоверения стекает через 2 месяца. В случае, если я не успею оформить и получить новые права, меня оштрафуют? Да, за это предусмотрено наказание, согласно 231 статьи, части 2 кодекса о правонарушениях. То есть данный водитель считается, что он не имеет водительского удостоверения, потому что он не прошел медкомиссию, он не прошел психолога, он не прошел соответствующие ступени, не прошел для того, чтобы снова обновить свое водительское удостоверение. То есть эти действия нужно проходить заново? Да, периодически, через каждые 10 лет нужно это делать. Значит, оштрафуют. Еще вопрос. Полгода назад получил права, оштрафуют меня, если я катаюсь без знака начинающий водитель. За это тоже предусмотрено наказание, согласно кодекса о правонарушениях. Но оно не такое большое по сумме денег, можно так сказать. Но штраф, конечно, предусмотрен. То есть, когда водитель едет и видит перед собой знак начинающий водитель, он понимает, что этот человек еще не до конца профессионал, можно сказать, за рулем, он может где-то как-то ошибиться и тем самым создать аварийную обстановку. Поэтому водители должны аккуратно в этом плане действовать. То есть, если едешь сзади, не нужно сигналить, ему не нужно пугать как-то водителя, чтобы он не совершил что-то, какое-то нарушение. Нарушение. Благодарю, Иван. А я хочу напомнить нашим радиослушателям и телезрителям о том, что наша программа выходит в прямом эфире. И свои вопросы вы можете задавать по телефону 24960, код Камрата 0298, а также можете писать нам на электронную почту. Давайте продолжим. И такой вопрос будет, что касается детей. Как защитить своего ребенка, чтобы он не попадал в аварию? Мы знаем ситуацию, которая случилась в апреле. Сейчас, я вам одну секунду. В апреле в Камрате улице имени Третьякова был сбит ребенок. Родители учащихся обратились в примарию с просьбой установить светофор, чтобы дети могли безопасно переходить дорогу. Новый учебный год начался, светофора нет. Примария говорит, что это дорога республиканского значения, и светофор должна установить АНТА. Но агентство не предпринимает никаких действий. Вы, как инспектор, как это прокомментируете? Знаю, что вы тоже, как родитель, хотели бы защитить своего ребенка. Как вы, ваше мнение? По данному вопросу я согласен с родителями данного ребенка, то, что хочется обезопасить ребенка, чтобы он не попадал в такие ситуации, и чтобы водители были более внимательны. А что касается светофора, то должны обращаться в государственную службу. То есть туда должны письменно обращаться, для того, чтобы они отреагировали на это, установили светофор, ну, либо дали ответ какой-то по данному факту. Благодарю, Иван, к нам поступил еще один телефонный звонок. Это я сейчас. Здравствуйте, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вы прямом-мужчина. Девушка, вот у меня какой вопрос. Мой внук ходит в седьмую школу, там переулок нахима... Ой, это, танкистов. И улица Ялфукская соединяется. Вот там вот этот переулок, вот этот, вот именно этот участок, там нет ни разметки, ничего, не стоит никто. И мы переживаем, мы каждое утро провожаем его, каждое утро встречаем, каждый обед встречаем. Но получается так, что и встречать не получается иногда. И мы очень переживаем, там никакой разметки, там ничего нет. А дорога большая, машин очень много. То в сторону танкистов, то в сторону сельхозтехники. Это страшно там подумать, что может быть с этими детьми. Да. Что касается данного вопроса, то жители данного переулка, о данной улице, должны собраться написать письмо в примарии, для того, чтобы там расчертили разметку для пешеходов, то есть пешеходную дорожку, где дети смогут проходить безопасно данный участок дороги. И двигались уже в свое учебное заведение. То есть обезопасить детей. Через органы примарии, получается. Какие вы могли дать рекомендации нашим жителям автономии, водителям, начинающим и с опытом, как вести себя на дорогах и какие для себя проводить профилактики? Что касается водителей, то убедительная просьба, рекомендация не садиться за руль в нетрезвом состоянии в первую очередь. Если вы чувствуете усталость, и вы чувствуете, что вы засыпаете за рулем, лучше лишний раз отдохните, помойте лицо холодной водой, для того, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. Если на дороге есть гололедица, либо мокрое покрытие, то не превышать скоростной режим. Максимально внимательно следить за транспортным средством, за его техническим состоянием. То есть в первую очередь за шинами. В вторую очередь за тормозной системой. То есть чтобы машина могла вовремя среагировать на определенные трудности на дороге. Также соблюдать дистанцию между транспортными средствами, для того, чтобы избежать столкновения, как в городе, так и за городом. То есть за городом нельзя ехать колоннами. Нужно двигаться так, чтобы в любой момент водитель, который будет совершать обгон, он мог нормально перестроиться на свою полосу и продолжить движение, без каких-либо неудобств. Также водителям в условиях недостаточной видимости нужно максимально проявлять внимательность, для того, чтобы избежать столкновений, как с людьми, с пешеходами, которые идут по обочине, так и за животными, которые могут выскочить на дорогу. Также в условиях тумана нужно соблюдать дистанцию, максимальный и скоростной режим. То есть если он предусмотрен 90 км в час, то есть надо снизить скорость еще меньше, чем 90, потому что недостаточная видимость для водителей. Давайте, у нас телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, здравствуйте. Алло, добрый день. Добрый день. Меня зовут Владимир, я из Кагульского района. Я хотел бы задать вопрос. Можно, да? Да, конечно, задавайте. Вот прозвучала такая мысль по поводу видеосъемки, когда останавливает водителя, и патрульная служба имеет право производить видеосъемки. Объясните, пожалуйста, из какого устройства они имеют право проводить съемки, что должно иметь это устройство, какие разрешения, лицензии и так далее, чтобы было ясно. Благодарю вас за вопрос. Получается, что касается устройств, на которые ведется видеосъемка, то выдаются телефоны нам, для того, чтобы мы имели как выход в базу данных, чтобы проверить водителя, так и вести видеосъемку. Для того, чтобы доказать, что действительно был этот водитель за рулем, что он, если вдруг находится в состоянии алкогольного опьянения, действительно прошел процедуру тестирования, которая снимается тоже на видеосъемку. То есть телефоны, они идут служебные. Но никто не говорил того, что нельзя снимать и на свой телефон тоже, для того, чтобы передать эту видеозапись дальше в орган уголовного преследования, если это требуется. То есть конкретного ответа на этот вопрос нет. Что касается штрафов, минимальный штраф за нарушение правила дорожного движения пешеходу и водителю какой? Минимальный? Минимальный штраф водителю за то, что он нарушил, то есть не уступил пешеходу, там идет 900 лей и 4 штрафных очка. Пешеходу, если он перешел в неположенном месте, я уже, если честно, не помню, но тоже в районе до 600 лей, где-то около того. То есть пешеходов тоже штрафуют? Да, да, да. Если он переходит дорогу, естественно, в неположенном месте, тем самым он создает препятствия для водителей. Благодарю, Иван, к нам поступил телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, вы в прямом эфире. В прямом эфире. Я Сидер Лонгей. У меня такой вопрос. Я Сидер Лонгей. Сегодня на трассе ездят разные категории людей. Девчатам, ребята. Когда ездят девчата, то понятно, что некоторые ставят каблучок. У меня такой вопрос. Сегодня много мужиков ездят преклонного возраста. Кому за 60? И они на трассе, ну, можно сказать, у них уже реакция неадекватная. Ого, там разные проблемы. Поздроем все. И во многом случае создаются такие аварийные ситуации. Нельзя ли, у меня такое образование, нельзя создать какой-то знак, вот такой начинающий водитель, вот этот знак. Чтобы видно было, что за рулем пожилой человек. Потому что, вот подъезжает, что что-то непонятно, куда он возьмет, направо-налево. То, что за рулем пожилой, схватился за руль, и, ну, понимаете, кому за 60, уже за рулем у них реакция не так. Должен быть знак, может, разработать, что за рулем пожилой человек. Понятен вопрос. Ну, что касается того, разработки этого знака, то как предложение, можно будет попробовать вывести это на обсуждение, можно сказать, на каком-то совещании, чтобы это рассмотрели уже на более высшем уровне, потому что мы этим сами не занимаемся. К сожалению, как-то усовершенствовать правила дорожного движения мы не можем. Мы только орган, который обеспечивает, еще повторюсь, охрану порядка на дорогах. То есть, по правилам дорожного движения мы их усовершенствовать не можем. Но как вариант для того, чтобы усовершенствовать их, вывести это предложение на обсуждение, то это можно сделать. Водители такого преклонного возраста нельзя лишить права управления транспортного средства, потому что они имеют право так же двигаться, как и любой участник дорожного движения на своем автомобиле. А нет возрастных ограничений? Разве вот если пожилой возраст, он тоже может водить автомобиль? Да. Нет никаких возрастных ограничений в этом плане. То есть, если только по состоянию здоровья? Да, по состоянию здоровья есть там, ну вот на машине, допустим, если инвалид, то есть есть знак инвалида, уже понятно, что этот человек с ограниченными возможностями нужно проявлять максимум внимания для того, чтобы... А по возрасту нет? Возрастного ограничения нет. К нам поступил еще один звонок, предлагаю его принять. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, вы в прямом эфире. Да, здравствуйте, меня зовут Николай. хотел бы задать встречу такой вопрос. Там раньше женщина задавала вопрос про разметку там в переулке, то, что нету разметки, и инспектор сказал, что надо обратиться там в прямой ри или еще куда-то. Вот вы мне скажите, пожалуйста, в других странах, в других городах, в каждом переулке, в каждом перекрестке есть пешеходные переходы, есть разметки. Почему надо куда-то обращаться, чтобы нарисовали эту разметку? Она должна быть и так-то. Или это наземный переход, или это подземный переход, или это пешеходная разметка, но она должна быть. Почему надо куда-то писать письмо, обращаться? Ответьте, пожалуйста. Благодарю вас за вопрос. На этот вопрос я даже не знаю, как ответить. Это уже зависит от органов, исполнительных, ну, от органов власти, которые у нас в городе находятся. Я не могу комментировать их действия как-то, их работу как-то комментировать. Я не тот орган, который оценивает их работу. Вы следите за безопасностью? Да, да, да. Благодарю вас. У нас приоритет это безопасность дорожного движения. Я хочу маленькое такое сообщение, что у нас в Кирсово сегодня прощаются с парнем, который погиб в ДТП. Только что прошла похоронная процессия. Очень жалко скорбящих родных и, конечно, самого погибшего. Молодой совсем. Такие же молодые друзья и близкие провожали Андрея. К ним хочу обратиться. Ребята, будьте внимательны, за рулем, не садитесь в пьяном виде и не развивайте скорость до 150 км в час. Простые, казалось бы, вещи. Но вот так случаются. К сожалению, у нас такие аварии. К нам поступил еще один телефонный звонок. Предлагаю принять. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Я звоню в Чадар-Лунге. Я лесничество, работаю трактористом. У меня вот инспектору такой вопрос. Пару раз меня остановили насчет ядрова вожу, хорост, и останавливается, спрашивает документы. Я говорю, на хорост документы не выдают. Хорошо, инспекторы, некоторые понимают, некоторые выпендриваются, извините за выражение, и придираются на трактор. У меня вот такой вопрос. Понятно. Насколько я осведомлен по данному вопросу, то на перевозимую древесину должны обязательно быть документы. То есть, откуда везет человек эту древесину, потому что на сегодняшний день это очень такой щепетильный вопрос в плане перевозки дерева. И водитель должен иметь соответствующие документы с лесничества, с молдсильвы, где конкретно он перевозит столько-то складометров дров из одного направления в другое направление. То есть, получается, что путевой лист должен быть и должен быть документ о происхождении данной древесины. Если человек работает на лесничество, как он говорит, как он выразился. Благодарю вас. Скажите, проводите ли вы какие-то акции в память о погибших в дорожно-транспортных происшествиях? Проводились ли какие-то акции? Акции, насколько я помню, проводились. То есть, есть определенный день, я не помню, какой день в году, когда конкретно есть вот по погибшим в дорожно-транспортных происшествиях. И, естественно, проводятся определенные мероприятия данного характера. То есть, акции проводятся? Да, мероприятия проводятся, естественно. Я хочу напомнить нашим радиослушателям и телезрителям, что мы находимся в прямом эфире. Вы можете звонить нам по телефону 24960, код Камрата 0298, а также можете писать нам на электронную почту gagusradiusu.sobachkamail.ru И в завершении нашей программы хотелось бы, чтобы вы обратились к водителям. Уважаемые водители наших двух районов, то есть Чадерлунга и Камрат, обращаемся к вам с просьбой, чтобы вы в первую очередь берегли себя за рулем, чтобы вы не употребляли спиртные напитки, когда садитесь за рулем, тем более, когда вы с семьей едете, вы подвергаете опасности не только себя, но и своих членов семьи, чтобы вы соблюдали правила дорожного движения, были внимательны на дорогах. И вам удачи на дорогах без происшествий никаких. Благодарю вас за участие, Иван. И хочу поблагодарить наших радиослушателей и телезрителей за звонки. Всего вам хорошего и оставайтесь с нами на канале Горте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!